Итоги уходящего четверга Учебный процесс начинается с того, как дети одеты А также молодые аграрии, город Сочи и формате диалога Большой разговор с президентом состоится 9 августа Кто будет присутствовать? Устойчивое развитие В Бобруйске проходит семинар «Мастерская будущего. Видение желаемого будущего и приоритеты его достижения» Форум объединил представителей социально-экономической и экологической сфер на повестке Разработка стратегии устойчивого развития города до 2035-го В первую очередь участники анализируют сегодняшние реалии, находят проблемные вопросы и ищут пути их решения Главной целью нашего семинара является неопределение проблем, существующих в городе Каждый из нас их уже знает, наверное, и участники тоже А именно формирование будущего, и это будет посвящена наша основная часть семинара Когда наши участники семинара будут формировать будущее города Бобруйска на 2035-й год Воплощение в жизнь стратегии устойчивого развития – это проект на перспективу По мнению специалистов, достижение планов задача не только руководства города, но и каждого его жителя К слову, форум продлится два дня Без крыши над головой, сегодня ночью на переулке Каменского случился пожар К прибытию спасателей вовсю полыхало кровля здания, горел автомобиль Пламя быстро перекинулось на хозпостройки Только благодаря грамотным действиям огнеборцев удалось спасти два гаража и соседнее жилое сооружение К сожалению, сам дом не уцелел В результате такого пожара полностью уничтожена кровля жилого домовладения Повреждено некоторое имущество, уничтожен легковой автомобиль Пострадавших нет, причина ЧП устанавливается По предварительной версии произошло замыкание проводки в автомобиле Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19 За минувшие сутки зафиксировано 1033 пациента с положительным тестом на коронавирус Все с начала пандемии заразились 443 864 человека Тем временем вакцинация против COVID-19 активно продолжается Медики приезжают к пациентам, которые в силу своего возраста и различных заболеваний Не могут посетить поликлинику или прививочные пункты С ними же заранее согласовывается дата и время Процедура бесплатная Терапевт обязательно измерит температуру и давление После укола врач остается для проверки самочувствия Использует спутник ВИИ белорусского производства Главная безопасность, новые рейсы и гори-гори ясно Шоу «Огненная скульптура» пройдет в Бобруйском районе 31 июля Во сколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Большой разговор с президентом состоится 9 августа О ключевых вопросах развития экономики, а также общественно-политической ситуации И международной повестке будет идти речь Александр Лукашенко встретится с журналистами Представителями общественности, экспертного и медийного сообщества В формате открытого диалога Транслироваться он будет в прямом эфире Пригласят несколько сотен человек В Беларуси убрана треть площадей посевов Средняя урожайность по стране 33 центера с гектара Такие темпы аграриям задает погода Полумиллионную отметку перешагнули уже два региона Брестский и Минский Опытным бригадам помогают 517 молодежных экипажей Из них уже определились 7 тысячников Лучших наградят по итогам республиканского конкурса Белавия возобновляет регулярные рейсы на курорты России 7 августа самолеты по маршруту Минск-Сочи-Минск Будут летать трижды в неделю С 8 числа с такой же периодичностью Возобновятся полеты в Краснодар Перед покупкой билета рекомендуется Уточнять условия по въезду, выезду И пребыванию в стране назначения Спасатели призывают граждан Не купаться на необорудованных пляжах Это одна из главных причин Трагедии на воде В числе других Отдых в состоянии алкогольного опьянения Заплывы на дальние дистанции Оставление детей без присмотра В последнее время в Беларуси отмечается Снижение числа утоплений Но специалисты просят не игнорировать Правила безопасности Шоу «Огненная скульптура» пройдет В Бобруйском районе 31 июля Зрелище станет одним из этапов Пленера «Арт Жижаль» Который в 17-й раз проходит на берегу Березины Зрители смогут увидеть Обжиг совместной работы художников-керамистов Двухметровой сказочной фигуры Лешего Начало в 22 часа Подвозить граждан к месту проведения Будет автобус Отправление с остановки домсвязи В 21.30 Обратно 23.00 Школьный шоппинг На Славянке готовы к новому учебному году Предприятие предлагает покупателям Обновленную коллекцию Среди новинок Сарафаны, юбки, блузы, джемпера Для мальчиков, пиджаки и костюмы Сколько стоит деловой стиль Узнавала Ольга Васенда До 1 сентября остается меньше месяца И с приходом августа Многие родители задумываются Подготовки детей к новому учебному году Готовятся к нему и целые предприятия Так бобруйская славянка Обновила 60% школьной формы Над коллекцией трудятся не только швей Но и художники, конструкторы, технологи В основном используются ткани Поливискозные С содержанием натуральных волокон Это поливискоза, трикотаж Основное направление в коллекции Это коллекция выполнена в стиле кэшел То есть это и элементы в стиле налокотников Отделки, пиджаках Для девочек разнообразный трикотаж Отделка, клетка Среди новинок Сарафаны, юбки, блузы, джемпера Для мальчиков, пиджаки и костюмы Потребительский спрос растет на ассортимент Нестандартных размеров За этот сезон выпущены и готовы К реализации более 2000 единиц одежды На славянке стремятся доказать Что форма делового стиля Это не обязательно скучно и лаконично Она может быть элегантной, яркой и нежной Привлекать внимание своим фасоном Как говорится, на любой вкус и цвет От 130 до 165 рублей Цена комплекта школьной формы для мальчика В него входят пиджак, брюки и жилет Одеть девочку будет немного дешевле Самый дорогой наряд обойдется в 125 Стоимость на всю продукцию ниже среднерыночных Потребительский спрос готовы удовлетворить В фирменном магазине На вешалках в бутике 68 моделей Причем 40 из них новые Любят и покупают бобруйскую одежду Не только в Беларуси К 1 сентября уже выпущено 30 тысяч единиц ассортимента Из них 5,5 экспортировано в Россию Последние поставки были в Ульяновскую область Дальше по плану Москва Когда-то говорили, что театр начинается с вешалки То школа и учебный процесс начинаются с того, как дети одеты Потому что форменная одежда Она всегда уже дисциплинирует детей И готовит их к восприятию учебного процесса В планах на август произвести еще 6 тысяч единиц одежды на внутренний рынок И 5 тысяч для российского покупателя К слову, с завтрашнего дня в Бобруйске начнет работу школьный базар Торговые площадки расположатся на социалистической На отрезке между Карла Маркса и Дзержинского Изделия предложат свыше 20 индивидуальных предпринимателей и предприятий города Ярмарка будет работать ежедневно с 9 утра до 4 вечера Выходной – понедельник Еще одну точку для шопинга оборудуют возле универмага на Горького Торговля завершится уже после Дня знаний – 5 сентября Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова